Музыка Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Вот и наступило 22 мая 2020 года. А это значит, что прошло уже 3 недели в месяце мая. И до конца мая остается еще 10 дней, то есть полторы недели. А почему же месяц май так важен? Ну как же, месяц май ждут с нетерпением тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч инвесторов компании Квестра по всему миру. Потому что швейцарский барабанщик Александр Кэсли сказал, что именно в мае месяце должна стартовать новая компания. Ну, скажем так, возродившаяся Квестра под новым названием. С новыми китайскими владельцами, которая наконец-то начнет выплаты для инвесторов Квестра. Как вы помните, Кэсли даже калькулятор специальный предъявил, где инвесторы могли на калькуляторе посчитать, сколько же мульонов они смогут со своего кабинета выводить. И вот наступило 22 мая 2020 года, то есть прошло уже 3 недели в мае, осталось до конца еще 10 дней. Конечно, кто-то может сказать, ну, возможно, за оставшиеся 10 дней что-то там изменится, что-то там запустится. Ну, посмотрим. Хотя эта ситуация очень сильно уж напоминает 2018 год, когда Диего Мартин в течение полугода рассказывал тысячам инвесторов, что все нормально, ребята, мы стартуем, август наш месяц, в августе все запустится, а я буду генеральным директором. Прошел август 2018 года, потом прошел сентябрь, потом прошел октябрь, и что-то Диего уже перестал рассказывать позитивные новости, а потом вообще удалил полностью чат, сказал, хватит тут на меня наезжать, предъявлять мне всякие претензии, я просто хотел помочь. И как мы видим, ситуация повторяется с Александром Кэсли. То он тут сообщает, что компания прекратила с ним общаться, поддерживать связь, информационный стоп, так сказать. Сейчас он заблокировал чаты. Ну, и как там ситуация будет дальше развиваться, конечно, посмотрим. Примерно месяц назад, в апреле, Диего Мартин опубликовал видео, обращенное к Александру Кэсли на английском языке, где он заявил, что Александр Кэсли вводит людей в заблуждение, дает людям ложную надежду, что никаких новых владельцев он не знает, а что истинные владельцы квестера находятся в Украине, как всегда и предполагалось, ну и так далее. И я сделал на эту тему видео, там я сделал перевод выступления Диего Мартина и вставил свои комментарии. И вот мне прислали такой любопытный текст на эту тему. Сегодня мне много было писем в личку по поводу информации, которую дал Жариков на своем канале, там, где он показал вчерашнее выступление Диего Мартина. Люди просили сделать видео на эту тему. Скажем так, сделать видео на видео Жарикова. Друзья, я очень неоднозначно отношусь к господину Жарикову, потому что он был в наших рядах раньше. Это, мягко говоря, сюрприз для самого господина Жарикова. Потом он не поехал на обучение, и его, оказывается, оштрафовала квестера. И он счел этого достаточным основанием завести канал и вылить ушат грязи на компанию. Это я пишу со слов людей, которые дали эту информацию в нашем чате. Сама я в квестере не работала. Ну что ж, даю информацию с первых рук. Те, кто подписан на мой канал, знают, что если я участвую в каком-то проекте, либо в качестве инвестора, либо в качестве партнера, я, как правило, делаю собственную презентацию данного проекта. Также я делаю разные видеоинструкции, как зарегистрироваться, как оплачивать и так далее, как выводить деньги. Если вы утверждаете, что я был инвестором и партнером квестеры, ну, флаг в руки, найдите какие-нибудь видеоинструкции или видеопрезентацию, где я бы рекламировал квестеру или объяснял, как там регистрироваться или делать инвестицию и так далее. Флаг в руки. Я сделал много роликов про квестеру, но, по-моему, ни в одном ролике я не делал никаких презентаций, никаких инструкций. А в основном это была только критика, потому что ролики про квестеру я начал делать с того момента, когда компания массово заблокировала вывод 25 мая 2017 года для Германии, Польши, Казахстана, Украины. То есть компания перестала выполнять свои обязательства перед инвесторами. Среди инвесторов это называется скам. Что бы вы там ни рассказывали. Конечно, на протяжении трех лет, кстати, через несколько дней исполняется ровно три года, как эта знаменательная дата состоялась. На протяжении этих трех лет, конечно, множество квестера, ботов, будем так говорить, спорили и доказывали, что ты заблуждаешься, ты ничего не понимаешь в инвестициях. Это великая корпорация номер один. Это тебе не хайп какой-нибудь. Ну вот, ребята, уже три года прошло. И на протяжении этих трех лет вспомните-ка, что вам, что происходило. Это неоднократно назывались даты. Да, вот скоро, вот скоро все будет. Даты постоянно переносились. И допереносились до того, что прошло уже три года, ребята. Три года вашей жизни потрачено на вот это вот ожидание. У любого человека, подключенного в квестеру, есть его непосредственный спонсор, который подключал его в компанию. Над этим спонсором есть его вышестоящий спонсор. Над этим еще выше спонсор и так далее. И так до самой компании. Вышестоящих спонсоров нет только у самых топовых лидеров, которые были подключены прямо к самой компании. И если даже поверить, что вдруг Андрей Жариков был инвестором квестеры, то над ним должна быть целая цепочка вышестоящих спонсоров. Ну и что-то я не помню, чтобы за три года хоть один лидер квестеры предъявил доказательства, что Андрей Жариков был в его структуре. Я начал снимать ролики про квестеру в мае 2017 года, когда компания заблокировала вывод для Германии, Польши, Казахстана, Украины. То есть, по сути, с того момента, как начался скам. Конечно, моя критика, мои разоблачающие ролики очень не нравились лидерам квестеры, потому что они продолжали проводить презентации, у них работали офисы, им надо было обрабатывать людей. И мы сейчас понимаем, людей они обрабатывали с той целью, чтобы им продавать внутрянку. В некоторых городах офисы работали еще до осени 2018 года. То есть, скам произошел летом 2017 года, а людей еще продолжали приводить, по сути, соскамившуюся пирамиду еще до осени 2018 года. Ну и, конечно, ролики Андрея Жарикова, где он объяснял истинное положение вещей, так называемым лидерам не нравились. И если бы предположить, что Андрей Жариков был в их структуре, уж, наверное, лидеры подсуетились бы и показывали всем, а, вот этот Жариков нас критикует, да вот, смотрите, скриншоты, он был в структуре вот Ивана Ивановича, а сейчас вот против нашей великой компании тот зуб имеет и так далее, и так далее. Ну, сами подумайте. То есть, если бы я действительно был в квестере, уж, наверное, так называемые кофевары и лидеры быстренько подсуетились бы и предъявили доказательства, что я был партнером квестеры, ездил там на какие-то мероприятия и так далее. Поэтому то, что про меня тут пишут, что я там не поехал на какое-то обучение, меня кто-то там оштрафовал, ребята, это бред. Я думаю, что большинство сейчас адекватных людей прекрасно понимает, что квестера изначально была построена на вранье. Что вы мне будете рассказывать, что Антонина Рабала и Гелоберт, они все рассказывали правильно. Андрей Андреевич Абакумов все рассказывал правильно. Три года выплат нет, ребята. Может быть, вам напомнить про банк Агам, который вроде бы как должен уже стартовать в 2018 году, или про меморандум напомнить, который Рабала собственной рукой подписывает. Хоть один пункт из того, что вам рассказывали на конференции, хоть один пункт выполнен, это все было вранье. И если, извините, ваша корпорация номер один, вашей корпорацией руководили вруны, лжецы, что вы ожидаете от называемых лидеров, да? Как русская поговорка. Если и соврет, недорого возьмет, да? Поэтому я нисколько не удивлен, что точно так же, как президенты и директора вруны, точно так же продолжают врать уже теперь про Андрея Жарикова, что якобы, да, он был там лидером квестера, он что-то продвигал, его там оштрафовали, он обиделся и начал критиковать. Предъявите хоть одно видео, хоть один скритшот, который бы доказывал, что я был вообще в квестере. Ну, читаем дальше. Его нападки на Александра меня тоже возмущают. Да я, собственно, ни на кого не нападаю, а просто высказываю конструктивную критику. Но я вынужден признать, что в этот раз Жариков говорил совершенно адекватные вещи. Ну, надо же! Я-то всегда думал, что я с самого начала своего канала говорю совершенно адекватные вещи. Вопрос только в том, как люди эти вещи воспринимают. Кстати, некоторые мне в комментариях так и пишут, что я в семнадцатом году, когда мои первые ролики люди увидели, они воспринимали эту информацию в штуки. Ну, как же? На презентациях, на конференциях рассказывается, что все классно, все круто, а тут какой-то Андрей Жариков критикует нашу великую корпорацию. И люди реально воспринимали мою критику в штыки, считали меня негативщиком, троллем. Только месяц проходил за месяцем, год за годом. И почему-то то, что говорил Жариков, соответствовало фактам, соответствовало действительности. А все эти рассказы президентов, директоров, кофеваров, оно почему-то ничего не выполнялось. Месяц за месяцем, год за годом. И люди как бы, ну, начинали понимать, что, оказывается, Жариков-то был прав. Вот и все. Я часто повторяю, время, ребята, все расставят на свои места. Я считаю господина Диего очень непорядочным человеком. Почему? Потому что он врал нам о выходе компании только потому, что хотел вернуться на работу. Однако, все пошло не так, как он хотел. Его не взяли, и он счел что-то. Счел, что теперь-то он может всех называть лжецами и обманщиками. Секундочку, давайте разберемся. Вот автор этого текста пишет. Я считаю господина Диего очень непорядочным человеком, потому что он врал нам о выходе компании. Секунду. А откуда он брал информацию? Ну, вообще-то, по его словам, информацию ему присылала сама компания. Ну, позднее он выложил переписку с Алексеем Мухиным. Алексей Мухин, это вроде бы как представитель компании. Так? То есть, Диего озвучивал всего лишь ту информацию, которую ему присылала сама компания. То, что компания должна стартовать в августе 2018 года, это, извините, не Диего выдумал. Это сама компания, типа Алексей Мухин в лице компании, ему эту информацию дали. И он эту информацию транслировал для тысяч участников чата, которые он тогда создал. И все. Так в чем его вранье? Он передавал то, что озвучивала сама компания. Ну, так и вопрос. А че ж сама, а че ж компания-то не стартовала в августе 2018 года, как она сообщала? Он потому и разочаровался, что та информация, которую давала компания, оказалась враньем. Вот и все. Он говорит, что он хороший юрист. Но до сегодняшнего дня он не сделал ничего, чтобы это доказать. И не нужно забывать, что он был единственным владельцем квестера какое-то время. Относительно того, что Диего хороший юрист. В своем последнем видео он заявил, что у него есть информация, есть компромат по владельцам квестера, которые с Украины и так далее. Ну и хочется спросить. Так, товарищ хороший юрист, если у тебя вся информация есть, если ты знаешь, что никакой новой компании не существует, никто ничего возвращать не собирается, так почему ты не применишь свои юридические знания и не привлечешь виновных к ответственности и не поспособствуешь тому, чтобы люди получили хотя бы часть своих денег обратно. В 2018 году он тысячам инвесторов там писал, вы моя семья, чмойки-чмойки, я вас всех люблю. А сейчас говорит, да, ребята, все, новой компании никакой не будет, забудьте. Ну да, я был владельцем квестера World, по сути, да, я руководил этим лохотроном, ну забудьте просто, давайте все забудем. Ну, примерно такая логика получается. Ребята, видео я писать не буду, у меня есть своя миссия. Я иду по зову сердца за Александром Кесли, пишу видео о его информации, но вклиниваться в обсуждение про Диего я не буду, и я ему совершенно не верю. Ни одному слову о том, как он разочарован. Вышел покрасоваться или делает новый проект, просто поделилась с вами. Слишком много писем в личку, не могу отвечать каждому человеку. Ребята, видео я писать не буду, у меня есть своя миссия. Я иду по зову сердца за Александром Кесли, пишу видео о его информации. Все это очень напоминает 2018 год, когда тысячи инвесторов по зову сердца шли за Диего Мартина, потому что Диего Мартин рассказывал, август наш месяц, все круто, деньги разморожены, суд выигран, что вы еще хотите, все классно, все замечательно. И некоторые так вдохновились всеми этими сообщениями, как я уже сказал, что рванули в турне по городам России и выступали на конференциях про корпорацию номер один. И под шумо, кстати, продавали еще информационные папочки по тысяче рублей. Нормальненько, еще заработали. Но вклиниваться в обсуждение про Диего я не буду. Я ему совершенно не верю. Ну да, то есть когда Диего рассказывал, что компания стартует, ему надо верить, он хороший и правильные вещи говорит. А вот когда он стал говорить противоположные вещи, что новой компании не будет, он плохой и верить ему не надо. Ни одному слову о том, как он разочарован. Вышел покрасоваться или делает новый проект. Просто поделилась с вами, слишком много писем в личку, я не могу отвечать каждому человеку. Вы спросите, а что будет дальше? Да, ребята, будет то же самое, что и было на протяжении всех этих трех лет. Закончится май, пойдет июнь, закончится июнь, наступит июль и так далее. И те из вас, кто сейчас еще продолжает верить Кэсли, рассказывать, какой он хороший, а Диего Мартин плохой, наступит момент, вы и про Кэсли будете говорить то же самое. Ах ты, зараза, Кэсли, что же ты нам тут рассказывал, ты нам врал, получается, про новых владельцев, про то, что там стартует новая компания с китайскими владельцами и так далее. Давайте посмотрим. Ну, ребят, я уже повторял. Три года. Три года повторяется одна и та же история. Называются какие-то сроки, даются очередные обещания, но ничего не выполняется. Через три дня, 25 мая, исполняется ровно три года с момента, как Квестра прекратила выплаты, то есть, по сути, состоялось начало скама Квестра. Конечно, надо будет записать юбилейное видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны.